По прогнозам синоптиков мы переживаем самые жаркие дни. Столбик термометра породы достигает 27 градусов со знаком «плюс». Что делать, чтобы хорошо себя чувствовать в эти жаркие дни и сохранить работоспособность? Смотрите в следующем материале. Если для жителей средней полосы температура выше плюс 25 вполне комфортно, то для жителей Заполярья с его дефицитом кислорода – настоящее испытание. В первую очередь дискомфорт ощущают люди пенсионного возраста, страдающие хроническими заболеваниями и дети. Усталость, разбитость и сонливость – это лишь некоторые симптомы теплового или солнечного удара. Человека увезти в тень, избавить его от солнечных прямых лучей, приложить к телу, желательно обеспечить доступ свежего воздуха. Если есть возможность, влажные полотенца, сухое, естественно, вызывать скорую помощь. Конечно, тех, кому такая жара по душе, гораздо больше. Суровый климат Крайнего Севера редко балует теплой погодой и обилием солнечных лучей. Однако долговременное пребывание на жаре врачами все-таки не рекомендуется. Уберечь от перегрева себя и своих близких несложно. Достаточно придерживаться нескольких советов. Избегайте длительного пребывания на открытых пространствах, особенно в самые жаркие часы с 11 до 17. Временно снести физическую нагрузку или переносите их на раннее утро или вечер. Откажитесь от курения. Склонность к тромбообразованию у курящих людей повышена почти вдвое. Перестаньте употреблять алкоголь. Токсичный продукт его распада способен нарушить сердечный ритм. Это особенно опасно в жару, когда нагрузка на сердце повышена. Сократите количество пищи. Для ее переваривания требуется большое количество энергии. А в жаркую погоду лучше уменьшить энергозатраты. Выбивайте не менее полутора литров чистой воды в день, чтобы не нарушить водно-солевой баланс в организме. Чаще принимайте водные процедуры. Это очистит пор и освежит ваше тело. Старайтесь сохранять эмоциональное спокойствие, так как любое перевозбуждение усилит риск возникновения теплового или солнечного удара. По прогнозам синоптиков, ближе к середине недели ожидается небольшое снижение температуры, возможны дожди с грозами. Тем не менее, климатический фон будет превышать климатическую норму на 4-7 градусов. Мы идем все-таки достаточно высоко по отношению к норме пунктов. Думаю, что все-таки тем более не для невескопринного округа. Есть среднемесячная температура 9-14 градусов, а в итоге мы наблюдаем, что и ночью где-то от 13 до 18, ну и дни. А дневные температуры тоже выше 20, а где-то может быть даже 23-28. То есть, конечно же, это аномально. Аномально жаркой погода будет до середины июля. И чтобы не омрачить короткое наринмарское лето, врачи рекомендуют во всем придерживаться меры.